В Библии много истинно, да, но действительно интерпретировать ее можно по-разному. Человеческое знание, оно может изменить, использовать истинное знание в своих целях, чтобы манипулировать людьми, например, или какие-то вещи делать. И поэтому они истину с ложью перемешивают. Только если человек истинное там любит Всевышнего, стремится к познанию Бога, любит, тогда ему открываются эти вещи, как Иисус сказал, стучите и откроется, просите и дано будет вам, да, там, в своей нагорной проповеди. То есть на самом деле человек, что хочет, то и получает, чему стремится, на то, как говорится, ответы и получает. А мне было все время, я произносила фразу «стяжать Духа Святого», но никогда не понимала, что это такое. Когда открылось видение, я увидела, что это такое. То есть я увидела людей, я пришла в Москву и увидела, что у всех духовная составляющая, она над головой находится. И у нее очень мощные вибрации. Если ее насильно в тело опустить, то тело взорвется просто. То есть он не видишь, тело очень ветхое по сравнению с этой силой, которая должна в тело, как бы сказать, стяжаться, войти. Да, потому что наше тело – это храм этой духовной составляющей. Вот. И я увидела, что у некоторых людей, вот этот духовный составляющий, у кого-то на уровень мозга опущено. Да, вот я видела там, допустим, ученые там… Но это вы видели, это как аура или что это такое? Ну, я просто увидела светящийся, такое, как солнце светящийся, или как шар, или как сфера такая. Вот она к макушке прикрепляется, но в тело не погружается. Поэтому тело у нас темное и ведомое, и мы как слепые котят, мы еще не видим. А есть такая понятия, как «одухотворить материю». Да, вот материя одухотворяется за счет того, что тело чем чище, тем выше вибрации. Вот это нарабатывает сомненное тело. Да, и смотри, вот мне над оменом было откровение. Что такое преображение? Я все время думала, что такое преображение Господь? Да. А на самом деле Иисус нам показал другой путь. То есть мы все идем путем развоплощения, развоплощения, праха праха духу, мы идем к этому, приходим. А Иисус назвал его жизнь, он говорит, я же зову вас в жизнь вечную, он говорил. Оставьте там своих мертвецов, храните своих мертвецов, а я вас зову в жизнь вечную. И я начала понимать, когда я увидела, что происходит, то есть когда у человека на уровень мозга опускается, вот это вот духовное состояние, проникает на уровень мозга, потом на уровень сердца. Вообще стяжать дух – это значит, это вот шаг духовный, он должен как бы, ваше тело должно стать его домом, духом, храм Духа. То есть сам глагол «стяжать» это, чтобы стянуть его, как бы, растянуть его. Чтобы дух мог во gожд af научать, обрести, дух мог во всём resilience, напомнить все тело, напомнить все тело, творить материю. То есть там у нас материя темная, а если дух стяжать, то у нас материя превращается в энергию света. У него были два ученика, которые пошли с ним на гору. Он хотел, чтобы они увидели, что происходит именно в момент преображения его. И вот я поняла. И мне было откровение, что человек должен накопить энергии до 100 ток. 100 ампер. То есть человек может растрачивать энергию в течение жизни, а может накапливать. И мне именно сказали, что 100 ампер человек может накопить энергию. Раньше это слово говорили. Достаток. Я думала, что связано там. Вот этим всем занимается ДФС. А на самом деле мне по словам сказали, что вдаль мне не сижу. Интересна сама интерпретация слов самих. Потому что многие люди же читают то же самое, слышат то же самое, понимают меру своей испорченности. Пока мне по словам не сказали, что это такое. И у меня вот слова открываются таким вот образом. Слова. Суть слова. Ведь Бог словом вселенную создал. И слово это большая мощь и магия и волшебство. И поэтому вот мне открылось, допустим, я думала, как достичь преображения. И что это такое? Преображение, да. Да. Что такое преображение Иисус достиг? Это же трудно понять вот так. Понимаешь? И вдруг мне вот я сижу в дальмении и в сам дальмей залезла. И он сижу там вот так. Я тоже там сидел так в дальмении. И вдруг у меня в голове звучит, вот этот я смысле вот этим все время думала, как этого достичь, как этого достичь. И вот получаю ответ. у меня в голове звучит по слогам это слово до 100 ток что вот и слово благополучие получение было в общем дело кстати я очень согласен то что вся вот эта энергетика она неотделима от электрической энергетики это все по сути одно и то же потом я начала понимать одно у нас берется в теле энергетика у нас энергия у нас тоже есть в теле по нейронам бегут электрические сигналы за счет чего у нас электричество выделяется выделяется или мы впитываемся за счет чего вы знаете все приспособления такое гидро электростанция и там крутится такая турбина и вода давайте превышать ему значит до 100 ток это человек в достатке живет когда у него вот этот ток собственной до до 100 ампер получается до 100 ампер в чем и заберешь достаточно вот есть специальный прибор который а вам первыми амперметром меряется человек медицин беременда для себя грамм как и мире то есть это все замеряется все можно это все можно физически можно увидеть именно достаток это достаток и этого достаточно для того чтобы твое магнитное поле изменилась и она превратится когда ты накапливаешь такой ток то у тебя твое магнитное поле становится сверх магнитным а в сверхмагнитных полях материя ведет себя иначе допустим то что было жидким становится газообразным например ну разные вещества ведут себя по-разному то есть в одних полях они имеют в виду человек может стать плазмоидом обычно олова превращается в золото ну на самом деле это солнечная энергия понимаешь и как сказать солнце это плазмоет там где термоядная реакция по созданию вещества вот солнце накапливает вещество да а потом возникает критическая масса на выбрасывание протуберанца да протуберанец выбрасывает и рождается новая планета то есть плазмоет раз вот в нашей планете внутри солнце кусочек солнца который плазмоет полный килограмм когда он от солнца отлетал на определенное расстояние например оно остывает дрожь называется корой и в земле говорят что земля может истощиться она не может истощиться потому что солнце оно там термоидные реакции по созданию вещества допустим мы можем искали земной взять там нефть там золото там еще что то есть там постоянно создается новое вещество и мы и даже есть такой уже замеры есть такие что зеленая расширяется на самом деле если мы нефть выкачиваем и превращаем ее эту жидкость в газообразное состояние то мы как сказать стимулируем вулканическую деятельность опять центр земли целостность нефть создаются заново там снова там все все то что мы забираем то что мы из каре забираем потому что есть такой понятие целостности да целительство это тоже моя бабушка она была биохимиком она знаешь что такое целое целительство она говорила человеку надо восстановить биохимическую целостность потому что человек тоже когда он испытывает эмоции у него должна на эмоции выделиться энергия, должно разрушиться какое-то вещество, а потом с помощью пищи мы его восполняем, это вещество, которое мы разрушили. И поэтому, допустим, когда говорят о питании, что надо есть, надо быть сыроедом или надо быть вегетарианцем или кем, на самом деле, если ты испытываешь негативные эмоции и ты вегетарианствуешь, высокочастотная пища, она не восполняет утрату. То есть, если ты испытал негативные эмоции, ты должен пищу этой же вибрации съесть, понимаешь, то есть, или ты учись управлять эмоциями, или ешь мясо, или у тебя просто не будет этого вещества, ты будешь опустошаться, истощаться, у тебя будут крошиться зубы, у тебя будут рушатся кости, понимаешь, то есть, ты будешь терять, а для того, чтобы целостно сохранить, должно быть соответствие, то есть, на каких эмоциях ты живешь, потому что говорят, я есть то, что я ем, то я и ем. Сейчас, секундочку, я там открою. Гидроэлектростанция, да. За счет чего ты сильно вырабатываешь внутри, что и вот этот ток, да, в теле? Тожеточного резонанса, то есть, если ты клетки, за счет движения крови и лимфы. То есть, это река органа. Река, которая движется. И что такое старость? То есть, это получается, их кинетическая энергия потока переходит... Конечно, гидроэлектростанция. А, гидроэлектростанция, да. То есть, как я просто заметила, что у людей, у кого густая кровь, у них обычно не хватает энергия. Она говорит, я быстро устаю, у меня такая слабость, мне ничего не хочется. Ну да, 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 все созвучно. И старость. У стариков кровь очень густая. Лимфа вообще стоит, не движется. Она кристаллизуется в сосудах уже. То есть, движений нет, и все, и энергия не вырабатывает, человек умирает. Может, он выключить свет. Свет. И человек умирает, потому что, и если вы посмотрите в интернете, какие болезни на первом месте стоят, это именно сердечно-сосудистые заболевания. Хорошо, давай. Поэтому очень важно следить за вязкостью крови, чтобы она была. Я пошла на пенсию, у меня начали проверять паспорт, не дай бог, я забыла его. Неудобно выглядеть молодо. Неудобно, да. Это неудобно. Чисто неудобно, потому что тебя задерживают. Не по паспорту, как бы. Алкоголь не продают. Да, алкоголь не продают. Если я алкоголь не покупала, у меня было неудобство с тем, что если я проходила по пенсионному растерению в метро, меня останавливали, не дай бог, у меня не было паспорта, меня мурыжили там час, держали и выясняли мою личность, понимаете. Меня все время пытались доказать, что я взяла это удостоверение мамино там или там чье-то из родственников и что это не мое. Хотя там похоже. Короче, говорят, если… Ну а омолаживайтесь, вы за счет вот этой энергетики, да, получается? Да, сейчас еще одно слово скажи. За счет тока. Еще одно секретное слово скажи. Так, пошли секреты у нас. Да, еще одно слово. То есть я вдруг задумалась тоже еще одно слово. То есть слово «достаток» и слово «благополучие» – это два разных слова. Раньше я думала, что это одинаковое благополучие, на самом деле это получение благ материальных. А «достаток» – это об энергии. То есть достаточной энергии до 100 ток. Да, это об энергии говорится. 100 ампер должно быть в теле. Да, в теле должно быть 100 ампер. Тогда начинается преображение. То есть как только ты получил 100 ампер, то твое тело начинает превращаться в тело света. То есть ты достижал Духа Святого, тело света. И тело уже становится просветленным, мудрым и всезнающим. Потому что в каждой частичке, допустим, света, фотона, да, там информация обо всем. То есть вот наш эфир, он же состоит из частичек вот этих света. И говорят, выйти в эфир. То есть в эфире вся информация обо всем ты можешь получить. Вот. Так вот я хочу сказать, что я делал для того, чтобы помолодеть. То есть мне тоже пришло слово, которое говорит при вращении. При вращении ты превращаешься. Ну как вращаться, где вращаться, куда вращаться и зачем. То есть при вот таком вращении, да? Да, именно при таком. А ведь это тоже волна. И свет вращается. Да, мы об этом как раз говорили. Да, электром вращается, все вращается. Ты посмотри, на самом деле в теле человека, в тени человека энергия всегда вращается. Причем в левую руку она входит, в правую входит. Поэтому говорят, левая берущая, правая дающая. У всех людей одинаково. Да. Вот у меня тоже, кстати, правая руководная дающая. Смотри, когда мы берем друг другу за руки хоровод, в чем смысл был хоровода? Чем больше людей в хороводе, тем сильнее энергия, поток вот он. Этот поток поднимается в мир славит. Смотрите, женщина – это соединение трех миров. Сзади нее мир НАВИ, в теле ее правь, потому что у нее есть мир НАВИ. Мир НАВИ – это мир непроявленных душ. В ее теле, внутри, в утробе – это мир прави. А впереди нее мир ЯВИ, куда является исправью. Допустим, душа попала в женское тело, проявилась и явилась. Понимаете? А мир слави – это туда, куда эта душа, пожив в этом пространстве, она должна накопить вот эти знания. Раскрыть в себе божественную природу, раскрыть и вознестись тоже в мир слави. И раньше очень много именно славян, славного народа возносились именно в мир слави. И мы имеем с ними связь с миром слави. Если ты хочешь, допустим, отправить запрос в мир слави, то люди там, допустим, или повлиять на какие-то вот здесь земные, как бы, допустим, на политику и еще на что-то, на лидеров. Если мы хотим повлиять, то мы должны создать энергетический кулак. Мы беремся... Почему хоровод, Вадим? Беремся в хороводу, создаем образ единый. Потому что масса... Есть такая фраза в Библии, где двое собрались во имя мое, там и я среди них. Это говорит о том, что чем больше людей собралось, тем больше присутствия создателя здесь. Ну, поэтому во всех лидерозных течениях всего мира есть соборование, собирание... Работ раскручивает восходящий поток. Если мы будем крутиться по часовой... Если это часовой стрелке? Если мы будем по часовой, мы будем закручивать в землю. Как видите, ты закручиваешь в землю. Если мы будем против часовой стрелки, мы будем как раз на восходящем потоке и будем возносить. Вообще молитва возносится на Богу. И треба возносится, и молитвы. Треба – это наши потребности, то есть вопросы, там, решение проблем каких-то. ты можешь задать вопрос для того чтобы задать вопрос ты должен вознести а как возносится массово тем больше народу хотят понять эту личину мы беремся за руки энергию нас идет вот так то есть мы раскручим то есть у нас уже идет энергия она идет вот так она уже заложена в нашей природе что энергия идет вот так против часовой стрелки беремся в хоровод сюда энергии ходит взялись и пошел поток просто стрелки значит через ноги вверх поднимается от земли от центра земли или образ прежде чем хоровод какой-то водить нужно задачу какую мы в мирславии пошлю тему что мы хотим узнать и на что повлиять потому что групповое сознание очень групповое массовое мышление она очень эффективно но в нашем мире она эффективно и зачем нам не хотят чтобы у нас создалось массовое мышление чем у нас разделяет у нас постоянно до раздевает нам не дают собраться даже чисто наши законы наш канал еще решает нам собрать ленин в библиотеке у гегеля когда читал подчеркнул идея тогда становится силой когда выдевает масса очень смысл убрать таких людей которые могут влиять на массовое сознание кстати люди рождены кстати в россии должен был родиться мужчина должен был родиться в двадцать восьмом году развязали войну чтобы эти погибли мужчина специально война что когда этот мужчина вырос там до восемнадцати лет он должен был погибнуть это массовое изменение младенца когда исус родился там же сколько загубили младенцем во вторую мировую войну они знают сила массового сознания поэтому они не разрешают нам собираться и и усиливать эту силу это же силы знания это сила если мы знаем если мы создаем образ допустим слово превращение слово превращение когда я услышала слово я поняла что когда ты превращаешься ты превращаешься 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 замечательно сказали баба яга она умела владеть практикой вращение превращение она могла превратиться в старушку вращаясь по часовой стрелке и закручивая энергию в землю она старушка превращалась когда она в другую сторону вращалась а у нас вот кстати извините замечу везде получается в знаниях которые нам даются но для общества вкоплены вот как бы кусочки неправильно немножко мы как бы все знаем понимаем да с плевелами я сейчас поясню что я имею ввиду тибетские эти практики 5 тибетских вам узнаете жемчужин там же первое упражнение вращаешься как бы считаешь набираешь энергию но вращаешься по часовой стрелке ставить руки весь оказывается неправильно скорее всего это влияние на сознание потому что культура она на образ вытекает у нас перед глазами часы у всех националисты они одинаковые часы ну это все хранить велика когда я изучала и глупол и не принял такую вещь что часы у нас неправильные шутки надо делить не на двадцать четыре части она 26 и тогда у нас получается все правильно то есть где-то тоже это случает у нас 13 органов в космосе кратно 13 12 13 все кратно 13 здесь тоже открылся она все по 12 нам специально нам специально прививают негативные отношения очень сильным цифрам очень слушались негативная 13 мы массово этих чисел боимся и мы их негативе а на самом деле это если взять иисуса он набрал 12 апостолов вместе с ними он составлял 13 это очень сильный энергетический кулак ведьмы или колдуны если они хотят пробить ну добиться повлиять на кого-то человека очень сильно они тоже собираются числом 13 и создают они тоже как раз свои хороводы вводят они тоже влияют на определенных людей с определенной целью именно создают энергетический кулак и вот 13 это очень сильное число законченное число вот если вот иисус на меру он достиг своего устали он как бы знания о пути набрал и чтобы как говорится вознестись свободу получить мы вообще все путешественники пространстве времени чтобы получить он должен был это знание о пути передать и передать самому минимальному количеству людей но чтобы это знание не потухло а чтобы оно развивалось в геометрической прогрессии так вот он должен был 12 апостолов перед этим знания и тогда он получил способность уже уйти из этого мира потому что пока он не передал не нашел способных людей которые смогли воспринять это учение он их научил всему то, чем он владел и всю философию своей а их было именно 12 я слышал там разные версии что их 40 было на самом деле нет у него было 12 лучших я вам хочу сказать что все вот эти цифры они же в библии описаны именно что у него 12 апостолов остальные у него были ученики а апостолов было 12 ну они стали апостолами знаешь, он сам их призвал он увидел неспособности имеется ввиду, что апостолами они стали уже после его вознесения да они были многие не хотели только им пообещал что на них не зайдет дух из царства отца его посланное ему выполненное слово и когда на них не зашел дух они начали говорить на всех языках там что проповедовать знания нужно понимать все языки и только после того как на них не зашел этот то что он пообещал он пообещал еще находясь здесь он пообещал что на них на 50-й день после его вознесения снизойдет дух который наполнил все тело и кстати по поводу снашел дух это же получается что когда дух вот так вот в человеке все наполняют а не стяжали дух он нас подготовил он нам все рассказал о преображении ведь в этом состоянии получается что любое слово становится материализуемым да люди так и созданы люди так и созданы люди так и созданы для того чтобы наши слова это самое главное откровение потому что Иисус стало стучите и откроется просите и дано будет вам ну там на любое как бы наши действия мы получаем ответ вот и если наши родители боги там отец небесный мать царица небесная то и мы тоже боги у нас есть божественная природа задача вот в этом процессе мы живем в едином мире наша задача раскрыть свою божественную природу раскрыть она уже заложена но мы не осознаем ее плюс мы еще не благодарны за то что нам подарили жизнь а жизнь это великий дар мы все время мы не верим что наше тело совершенное что оно может не умирать вот Иисус нам доказал это вот он нам доказал что можно из этого мира уйти и быть нетленным и плоть может превратиться в свет и вместе с телом или вместе с духом подняться в мир Отца в мир Славик вот поэтому и все так устроено просто показала на самом деле конечно власть имущие все время контролировали они не хотели что такие люди появлялись и открывали простым людям истинно потому что человек который живет с Богом в душе который идет по правильному пути они самодостаточны и ими трудно манипулирует потому что у них очень сильное знание у них сильное мировоззрение ну конечно манипулирует таким людьми практически невозможно а у нас все образы змеи или допустим произношу слово раб у всех возникает образ тружени да а это неправильно потому что труженик и слово труженик и труженик а кто такой раб вот по букву мысли разобрать но раб я слышал да это учитель учитель почему не такой это учитель рекущий рак рекучий азы божественные и работать это учить а не трудиться есть слово трудиться это пахать то что мы пашем да и нам специально эти слова все перепутали в сознании образы слова перепутали для того чтобы наши мысли формы не реализовывались в этой реальности потому что слово оно имеет магическую силу вот взять там свою бабу который там рисинки там что-то мотивировал мы тоже мы это можем мотивировать и мы можем быть со творцами мы можем в конечном счете создавать свои реальности вот но для этого мы должны научиться живя в этом серединном мире именно говорить почему мы называемся язычниками скажите мне почему мы называемся язычниками ну а сейчас уже не только славян называют уже там и индейцев называют ты скажи почему я знаю потому что у нас мы вот вы начали с этого я вправь славь это все идет от буквицы нашей от где каждая ты говоришь не суть каждая буква была нет а мы понимали так мир мир образами через каждую символу в себе и волну и энергию и свет нам сейчас внушают что язычники это как бы идолопоклонники да не иглы да на самом деле язычник это знаешь кто такой общий вот что это такое владеющий языком владеющий языком причем владеющий в совершенстве и с помощью этого языка мы могли материализовать любые вещи и это единственный народ язычники они населяли русские нерусские а был народ засидел полумира и они назывались язычникам потому что они умели владеть языком владеть языком это значит быть творцом допустим мужчина это ведьмак ведьмак это кто такой ведающий маг могущественный маг который может вот допустим был иван дурак он был в прислуге там еще что-то когда он бобыевой ведьмы пообщался вернулся обратно сюда ему стал царем и женился на самой лучшей женщине правильно то есть знания обладая этими знаниями ты становишься ведьмаком ведущим и ты тогда можешь строить свою реальность как хочешь ты самодостаточный ты ни от кого не зависишь ни от законов цивилизации ни от кого потому что на самом деле человек очень трудно вот тоже мы в этом начале говорим про Человек к миру да как стать Человек к миру без такой защиты про которую говорить это практически невозможно сложно да ну вот в обменном сообществе называется неуязвимость на первом уровне реальности поэтому мы должны сказать язычниками другая в том смысле в котором мы были изначально просто важно какое содержание за словами потому что если слова страшные у нас святые Кирилл и Мефодий не мы их к лику святых причислили они кастрировали нашу азбуку они лишили нас знания и лишили нас образа они нам делали подмену да я согласен ну вот получается изначально были язычники они как бы напрямую общались и с Богом и с этими энергиями потом пришел библейский проект который внедрил свою разграничение сейчас проводя практике хоровода увеличивая энергия когда мы идем по ходу энергии а ход энергии это влево вошло в право идти по ходу энергии у нас много человек мы его усиливаем и раскручиваем по ходу энергии если мы будем против хода энергии мы его будем замедлять понимаешь поэтому когда мы по ходу делаем очень быстрым высоким именно попадать в мирславе наш запрос то есть требует в чем-то нуждаемся у нас есть потребности какие-то узнать что-то или допустим повлиять на что-то допустим на правительство повлиять запрос да может мы не служили другого правительства своими темными делами но мы как слепые котят нам никто не дает возьмем хороводец менять правительство я говорю когда мы познакомились мы живем сейчас находимся в царстве кащеева кащеева основной ценностью является материальное он яснослышащий виду сначала морки отбивает человека сначала кинжалом отбивает морки потом берет из костра две палки огнем чистит как бы вокруг ходит и чистит потом водой а потом слушает то есть когда он морки опять дело в том что когда морки рядом с человеком присутствуют там морки всякие сущности они шумят и он не слышно не мешает ему слышать голос рога как только он это все отсюг возникает какая-то минутная тишина и вот он ухо вот сюда прикладывает и слушает задает вопрос как именно речь вот и роду моему обращается я не могу говорят как назвать они назвал два имени то есть одно он произнес слух вот и семена у меня два имени 2 не запрознательно 2 из теми рода довести мера причем из и мира это истина истина мира несущая истину в мир я несущая истину я могу увидеть зерно истину и его передать ты же я могу тебе рассказать у слова да у меня вообще был дар у меня такой мозг очень как дешифратор я умею расшифровывать символы любые картинки все я умею расшифровать любой символ символ существует для чего для того чтобы файл мозгу включить в древности создали символы геометрическая и сакральная геометрия вот ты смотришь и через видные центры у тебя жительные центры вот они там в центр мозга на шишковидную железу и ты как бы смотришь у тебя включается файл мозгу у тебя начинают раскрываться определенные знания да вот эти символы для этого существуют чтобы ты посмотрел и файл включился посмотрел и файл а нам все символы стилизовали и изменили и мы смотрим на пустые знаки они нас ничего не включают а я рисую эти знаки вот именно где найти истинные символы я сейчас принесу листочек с карандашом но подождите давайте сначала по теме вопрос вот раскручиваем энергии получается по часовой стрелке когда работаем с миром а когда работаем с человеком вот куда мы там закручиваем энергию ну допустим лечим до в него не когда руками руками накладываем как лучше по часовой стрелке руку обращать или против хорошо не я через нас через нас до из нас то проводник через тебя лечит а твой проводник твоя энергия идет вверх а из мирославия идет тебе информация вниз но ты не создаешь этот ты не имеешь права создавать нисходящий поток не имеешь права создавать поток нисходящий то есть получается опять треба я делаю поток вверх ты можешь поток вниз создать или вверх вниз это то что ниже тебя а вверх это то что выше тебя нету геометрически то это тот спираль то можно развернуться в любой проекции в бок на трубку как бы проблем как бы часовой или тоже можно так уж духами общаться природой он сама сама бог ну так вот хорошо но в бок как почесовать это надо вести есть вот скажем человеке два потока соединяется в этой точке на поток один нисходящий солнце 7 я точно точно города через нас проходит 22 потока они спиральные и они один накручивается на другую а по центру идет луч он называется пост пост или столб или кол колдун он сдувает этот кол он нарушает твою связь между небом и землей колдун кол сдул он его сдувает у меня аппарат очень хорошо показывает что у всех здорово сейчас мы посмотрим да я покажу видишь свой а я вспомню женя я рассказывал кость термотерапия то есть именно восстановление это оси за вот этот светящий из мирославия всегда идет но все равно вот если вот если мы на кого-то воздействуем допустим на себя вот я хочу себя полечить как я должен рукой водить по часовой стрелке или против часовой энергии внутрь пускать или из себя испускает как из больного взрыва например массе хочешь она впиталась конечно а чтобы вышла болезнь надо против часовой стрелки и во мне по крайней мере массаж живота делается точно по другому изобрела сейчас которая стимиром ась да вот ее мажешь да вот интересно и у тебя через десять минут понижается давление ровно на 10 это вот то что вот этой колоть дамина она сделала мазь мазь на 10 сантиметров она лечит кости лечит суставы она очень универсальная я биохимика я сделала такую мать которая очень глубоко очень уникально очень глубоко проникает в тело я могу доказать там что мы берем просто прибор для измерения давления меряем до намазания буквально пять минут и ты уже измеряешь давление кроме давлением уже говорите и суставы лечит это можно измерить